всем здарова сегодня ловим плотву на кукурузу ловлю только на кукурузу есть у меня в кармане улитки есть хлеб ну вот именно на кукурузу ловлю как-то вроде бы и не парюсь время уже много уже из 25 6 вот ловить осталось недолго до темна собственно пришел я сюда четырем и какой-то было очень сильное течение вообще никогда здесь такого не было и безумно сносила леску вот сейчас нацепил здорово зернышко кукурузы сразу же не клюет до этого на маленький всегда клевала купила кукурузу бандюэль на что-то очень много здоровых зернышек сожалению там попалась лучше всегда ловить на маленькие самые в принципе можно еще на кусочки практиковать да ну пока не охота так вот о чем я там говорил пришел к четырем было безумно кровь сильное течение куда здесь течь здесь даже этой реке течь некуда никогда такого здесь не было и очень сильно сносила леску просто не получалось ловить пробовал ловить не со дна вот она такая вот латвичка тяну и аккуратно любит она срываться очень любит нравится кукуруза все же бандюэль мне кажется работает лучше чем аналоги смотрите красивая плотвичка вот так и нацепляется на и и что дернуться до и крючок выскакивает поэтому слизь в большом количестве так вот очень сильное течение было на дно на дно ставил грузила леску натягивала и просто не получалось нормально видеть поклевки что-то было срывов много много нереализованных поклевок да и клевала дерьмово почему тут с этим течением потом со дна наживку поднял пробовал как бы в проводку до оклев хреновый вот когда плывет насадка но как-то рыба что плотва что карась просто дерг дерг тянуть нормально не тянется одна как-то четко поднимает на ходу не хватает нормально чтобы так как положено вот и буквально получается с четырех до пяти я поймал что там две рыбки что ли вообще две плотвички очень туго а потом как-то более-менее пошло вот ну не дофига там у меня их в садке попозже покажу сейчас еще половлю ну хоть чет поймал и вот сейчас вроде как такой клев начался нормальный вот так вот аккуратненько она клюет вот это у нас карасик товарищи долгожданный очередной карась здесь это сейчас для меня самая желанная рыба очень что-то с ними стало здесь туго плотвы развелось много никогда и столько не было карася как-то особо незаметно и вот такой вот красавец отлично заглотил кукурузу крючок даже не достать я его достал куда он от меня денется ну впрочем он там видите сколько рыбы штучек 6 что ли там плотвичка один карась может 78 не знаю сколько ну немного в общем сегодня как-то тяжеловато поначалу шло сейчас вот вроде как нормально клюет что-то ловлю вот сейчас вода утихла ветра нет обалденная погода не то что прямо благоприятной для рыбалки но очень приятно очень комфортно и просто сижу и получаю удовольствие от такого времяпровождения очень мне здесь нравится хорошо тепло красиво эта фигня там повисла и на леске на крючке еще и цепляться не хочет это лист какой-то в общем да зерна чет все какие-то здоровые кукуруза сейчас выбрать какие поменьше и вот и карась попался на кукурузу ну думал я сегодня будет чисто плотвийная рыбалка уже по истечении сколько там двух часов почти что я так понял что карася не будет но сейчас вот как погода устаканилась так один все-таки объявился посмотрим будет ли еще не знаю вот эти здоровые зерна можно их пробовать пополам разрезать что ли достаточно быстро начинает клевать начинает и перестает в общем тут еле заметно движение поплавка это может и карасик тут ветер меня доканывал много дней подряд очень сильный ветер и сейчас вот наконец-то я говорю погода успокоилась наконец-то можно ловить с удовольствием так что вот сейчас конец августа краснодарский край и кукуруза работает очень неплохо баночная кукуруза бандель без всяких добавок без ничего прикормку значит я сегодня сделал прикормку макуха вот так достаточно много макухи молото зерно и чуть-чуть какой-то там сладкой клубничной прикормки для запаха покупной и купил мне там фиг знает на сколько раз все как бы сыплю так понемножку вот и все не особо много прикормки я сегодня сделал поменьше чисто так чтобы запах был и так далее леска у меня как всегда стоит 02 без поводка поплавок обычный типа игла по типу гусиного пера опять клюет что-то и ничего нет вот и крючки крючки я себе купил вот ну был в магазине выбирал долго хотел какие-нибудь путевые себе купить но посмотрела они все какие-то форма у них хер просыш я как-то все-таки крючки выбираю по форме ну чтоб они мне нравились максимально они чтоб там по бренду или еще почему-то вот и купил вот такие крючки вот так сейчас рыбу достану ах что-то чуть-чуть дернула и сорвалось ну вот можете посмотреть на крючок на леске если будет его видно вот такой вот крючок прямой тонкий не сильно большой не сильно маленький острый без всяких загибов в сторону то что я люблю в общем сейчас я покажу еще раз вот чё написано написано карио и вот тут вот made in корея в общем написано такие крючки четверочка ну четверочка это по видимо по нашей нумерации типа по отечественной да что там 4 миллиметра скорее всего вот что хочу сказать об этих крючках что меня приятно удивило в общем первый крючок и привязал сходил раз на рыбалку два три раза ну мог четвертый по он даже но раза четыре короче ходил с этим крючком тут за все его цеплял наживки всякие до рыба много рыбы я наловил на этот крючок но в общей сложности до хрена и он остался вот ну практически таким же острым как новый до этого у меня крючки были ну все равно там до после максимум двух рыбалок он ну разница уже чувствуется этот вообще как новый сейчас вот я уже получается пятый раз с этим крючком и так и посмотрел решил все же поменять его оторвал новый нацепил мы чисто так уже формально что там жалеть сколько с одним крючком тут весь сезон ходить что ли вот но здорово все равно вообще не затупился практически да это о чем-то говорит так что на всякие корейские крючки можно обратить внимание понятно что японские считаются путевыми да но вот корейские тоже видимо ничего так такая вот платвичка вот под саком я ее не беру но это конечно зачастую чревато срывами вот маленькое зернышко кукурузы вообще какая-то половинка сейчас посмотрим клюнет на нее или нет что-нибудь можно попробовать сейчас ножик достану какой-нибудь поострее вот эти большие зерна разрезать пополам и ловит на половинке думаю вполне это будет нормально вот сейчас попробую на такие вот половинки зернышек посмотрим но я думаю что это даже лучше она же как разрезанные пахнуть будет хорошо посильнее да то что она получается такое раскрытое и то что не крупная не непонятно кто там так стащил мою кукурузу кому-то она приглянулась вот вообще такая длинненькая половинка сейчас посмотрим опять же вот ну вроде как достаточно быстро она реагирует на такие вот отрезанные кусочки кукурузы нормальная плотвичка прошлая кстати бросил мимо садка непростительно конечно так делать зачем же бросать рыбу мимо садка вот прям вот так вот отрезаешь из ножа можно брать половинку и вот так вот цепляю вот очередная тараночка мелкая такая достаточно ну вообще для сегодняшнего дня мелкая но тут как-то через день по разному то она мельче то она крупнее вот на такой вот вообще ошметок кусочек кукуруза сейчас попробую закинуть посмотрим нравится ли он рыбам ну даже не знаю пока чё лучше ловить на целые зернышки небольшие или вот на такие какие-то кусочки вроде бы и так и так клюет на что лучше не знаю ну вот ошметок пока ну вот кто-то и на ошметок уже клюнул тоже тараночка небольшая быстро она его обнаружила ну теперь нам что-то такое больше похожее на целенькое зернышко закинул посмотрим насколько его быстро рыба найдет ну конечно подольше но как бы это относительно все в общем особо наверно без разницы заглотила зато получше тут ничего не скажешь особо наверно без разницы ловить на кусочки кукурузы или на вот такой вот небольшое зернышко ну опять же в очередной раз говорю что большие зернышко цеплять нехер от этого рыба больше не станет клевать а только меньше будете ловить вот еще одна совсем что-то какая-то самое мелкое за сегодня таких не было еще это на маленькое зернышко целое клюнуло попробую я опять наверно какую-нибудь половинку нацепить вот она очередная все-таки бандюэльевская кукуруза ей явно нравится больше чем другая не знаю правда это конечно надо в один день сравнивать как-то в один день две разные кукурузы не беру естественно покупают только одну какую-то ну прям с удовольствием все же клюет на нее до этого там несколько раз я ходил с другой кукурузы на нее тоже клевала клевала неплохо ну как-то вот здесь она ее очень быстро хватает хотя может быть просто клев получено прикормку там много подошло кто знает можно чуть прикормки подбросить вот такая вот у меня прикормка сегодня клев чуть-чуть утих можно и подкормить вот таких вот несколько шариков сминаем куда-нибудь побросать можно вот три шарика будет достаточно и вот и рыба вот ну это хорошая плотвичка такая такая бы ловилась я был бы рад о какая красавица вот сразу хватает это сейчас половинку кукурузы закинул она ее сходу и схватила что-то уже комары прилетели как-то рановато время 20 седьмого но сегодня я нашел такое вот обалденное молочко детское от комаров так что сейчас я им попробую намазаться и может быть они все улетят прочь не дают мне намазаться спокойно мелкая опа вот еще одна тараночка и одна у меня тут уже в подсачке лежит тоже только что я ее поймал в общем пока мазался солнцезащитным молочком детским то три плотвички за это время я поймал вот еще одна что-то две пустые поклевки было и на третий раз он поймал еще одна клюет неплохо вот сорвалась в подсак сегодня первый раз кстати вроде такое произошло а то в прошлые разы постоянно они падали опа вывалилась дырка у меня уже в подсаке образовалась и рыба моя вывалилась но придется поймать новую да эта дырка образовалась когда я им искал тут кое-что на дне упавшее пытался найти видимо у меня оттуда уже дофига рыбы повываливалась раз я туда и верхоплавку бросаю и все подряд кстати сегодня ни одной верхоплавки ну это почему потому что я конечно кукурузу ловлю в первую очередь на опарышей ловил до этого пару раз очень она меня доставала просто безумно в общем уже третий раз перебрасываю это я такой вот чуть побольше зернышко кукурузы нацепил думаю попробую и клюет на него еле еле уже вот сколько поклевок каких-то вообще никчемных конечно рано или поздно кто-то и на него клюнет резво найдется такая рыба но в целом прямо ощутимо более слабые поклевки поплавок что-то шевелится по чуть-чуть дергается но ничего толкового с ним не происходит короче это зернышко вот такой вот я нацепил я его сейчас отрываю выкидываю и цепляю маленькая вот и посмотрим что изменится вот сразу же раз и сразу поклевка и сразу рыба ну просто катастрофическая разница между крупными крупными и мелкими зернышками кукурузы так что не ловите на крупные зернышки уже кстати темнеет по чуть-чуть ну да время без 15 7 еще полчасика и будет уже достаточно темно не знаю опять наверное прилеплю светлячка посижу чуть в темноте вот такие вот дела наконец-то нормальный крупный карась клевал вообще незаметно я так не понял то ли клевал то ли нет думаю дай достану особо не подсекал ну и вот что получилось видите так что фиг знает может быть он там просто плавал возможно ему кукуруза моя вовсе не нравится возможно просто так подсекся вот нормальный карасяща так что не знаю клевал ли он у меня на кукурузу или его просто случайно подсек ну наверное все же клевал потому что прям около рта но кукуруза явно явно он от нее не балдеет чтоб там так как платва платва явно ест ее с удовольствием а карась как-то что-то не особо ну вот пару забросов без поклевок клев подзвать их соответственно берем прикормку и подбрасываем опять три шарика вот вокруг поплавка чуть ближе чуть правее чуть левее вот ну и думаю сейчас клев немного активизируется правда дело уже к вечеру вот ну кукурузу тем не менее вроде бы кто-то сожрал ну вот сразу же хватает ну практически как-то вот не знаю платва сразу же на прикормку активизируется ну просто буквально 20 секунд и все несколько забросов вообще ничего не клевало сейчас она там сходу хватает я даже не успеваю забросить уже много дней здесь ловлю рыба уже наверно привыкла поэтому здесь обитает и радуется жизни а я и ловлю постепенно вот сейчас вообще какую-то полосочку из кукурузы нацепил и на нее достаточно быстро клюнула опять платвичка какая-то мелочь хватает уже кукурузу ну вроде бы тоже мелкая была тараночка сразу же клюет ну опять же на такую типа как стенка от кукурузы да просто длинненькая нормально хватает она ее сорвалась а ну тут тоже в чем смысл сейчас вот я зернышко такое побольше нацепил вообще тут как-то странно в каком-то странном виде оказалось со спрятанным жалом и как-то по-другому кого-то насажены вот я к чему на крупные зернышки вообще на крупную наживку видимо все же почаще срывается плотва как я заметил потому что наверно она ее не заглатывает цепляется за край губы и там дергается она достаточно сильно не факт что губа у нее рвется но крючок может просто выскакивать может и губа рваться может и крючок выскакивать поэтому чем меньше насадка тем вроде бы как и меньше обрывов резки многовато отмотал клев такой вот кстати сорвалась подсак рыба за счет этот крючок опять зацепился клев очень такой непрерывно сегодня что радует явно рыбе приглянулась тут видимо и прикормка и насадка и все и нравится ну и мне все нравится отличная погода отличная погода красивая природа и рыба радует меня вот такая вот поэзия настало время пододеться слегка к вечеру холодает уже две поклевки без рыбы пора заканчивать это негативная тенденция вот на этот раз ей не уйти вот такая вот плотва такая вот красотка опять сейчас на половинку зернышко ловлю до этого кинул такое целое чуть побольше и поклевки мимо нацепил половинку сразу же вытащил опять клев заметно подуть их время 13 минут восьмого уже темнеет может быть из-за этого клевать стало хуже а может быть опять нужно подбросить прикормки наверно это наверно всю я сейчас выброшу тут оставшуюся больше уже прикормить не буду вокруг разбрасывают в одну точку тут бросать нужно пусть рыба плавает кормится находит кукурузу и ловится клев все же практически прекратился так что это наверное потому что дело к вечеру просто рыба уже менее активна хоть все прикормки покидал но она уже не так реагирует на нее как реагировала дать час назад или два тем более опять же клев получается с пяти до семи часов вечера самый четкий клев ну либо тут конечно от месяца зависит от времени года сейчас августа вот темнеет условно в пол восьмого ну то есть за как темнеет как бы если ходить по улицу то еще светло до относительно но если смотреть на воду то тут плавок уже перестает быть виден вот это происходит в пол восьмого и где-то за полчаса до этого как раз вот клев так вот прекращается ну прекращается не полностью но заметно прекращается вот и в течение двух часов перед этим получать самый такой клев вот уже на самом таком закате обычно клюет не очень хорошо вот даже какая-то мелкая рыба плещется в воде в воде ну еще бы не поплескаться в такую погоду замечательную ну клев сегодня как-то резко обрубила с наступлением темноты вчера я здесь еще светлячок цепляла как-то плавно клев ослабевал но и все равно клевала даже когда уже стемнело а сейчас чет как-то иначе все происходит какие-то там вяленькие поклевочки наблюдаются непонятные редкие к тому же нацепил я новую свежую кукурузу чуть-чуть поменьше зернышко может быть сейчас его кто-нибудь заметит оперативно посмотрим вот луна сегодня какая-то очень яркая прям как никогда не знаю к чему это наверно к счастью и к огромному количеству пойманной рыбы вот вроде клюет что-то как-то о вот она вот она рыба моей мечты такая вот вечерняя плотва ну все поплавок уже ни хрена не видно не знаю опять наверное сейчас светлячок нацеплю вроде бы нормально так сидится что еще чуток можно покидать еще чуть-чуть кукурузы есть хотя клев что-то все же совсем ослаб не знаю но все равно попробую мало ли что сейчас в ночи поймается вот это вот резиночка которая идет в комплекте с помощью нее я светлячок и креплю на мой поплавок она налазит нормально грузил дополнительных не надо потому что вот это вот эта фигня она она же не получается фиг знает тяжелее чем поплавок она его как раз вниз немного топит и получается то же самое примерно вот вот такая вот красота красотища по что там у нас рыбина у нас там по-прежнему клюет только с меньшей интенсивностью но еще с полчасика она будет также клевать я думаю как раз эти вот полчасика я сейчас и посижу ну а видео я наверно сейчас постепенно буду заканчивать уже снимать вот такого светлячок блин яркий предыдущий у меня был какой-то другой был не такой яркий а этот прям вот так вот эту фигню натянул сюда короче светлячок фигачим и вот так вот получается единственное здесь вот опять же слишком большой промежуток поэтому я сюда еще сейчас вот сюда вот еще изоленты перемотаю и будет вообще все четко ну и соответственно чуть поменьше глубину из-за того что поплавок стал длиннее новое зернышко кукурузы и погнал ловить вот ну я еще посижу полчаса ну в темноте особо видео снимать смысла нет тут видно плохо покажу улов ну сегодня вроде бы даже побольше чем обычно что ли вот сколько рыбы ну как плотва вроде просто покрупнее в целом по количеству то примерно так же но по объему получается больше вот два карася моих моих остальная плотва нормально много рыбы в принципе для нескольких частиков рыбалки вполне хороший результат можно можно быть довольным а я сейчас еще немножко половлю уже буду постепенно сейчас собираться вот а с вами прощаюсь ловите рыбу много большой и красивой рыбы вам вот в общем ну и всего хорошего поставьте лайк подпишитесь на канал если по каким-то очень странным причинам вы этого еще не сделали ну и смотрите другие видео все пока